Сегодня Узбекистан стремится развивать промышленный сектор, выпуская качественную импортозамещающую продукцию. Прогресс в данном направлении стимулирует и созданные по инициативе президента свободные экономические зоны, предусматривающие льготы и преференции для предприятий. Благодаря им заинтересованы в открытии своего бизнеса не только отечественные предприниматели, но и зарубежные инвесторы. Так, турецкая компания «Дальтия книг Макина» начала в Узбекистане строительство завода металлоконструкций промышленного назначения. Символический камень на месте строительства заложен в Ахангаранском районе Ташкентской области. В настоящее время при строительстве любого большого объекта в основном используются металлоконструкции. Из-за отсутствия производственных мощностей эти строительные элементы в Узбекистан завозились из-за рубежа. В скором времени эта ситуация может измениться. На площади 6 гектаров в Сес-Ангрен началось строительство завода, стоимость которого составит 11 миллионов долларов США. 100% средств в строительство вложили турецкие инвесторы. Меморандум о создании завода был подписан в конце февраля 2017 года во время визита узбекской делегации в Стамбул. Сес-Ангрен выбрана нами не случайно. С этой промышленной зоны мы отныне можем поставлять готовые продукции в другие СЭС в республике. Добавлю, что всю необходимую для завода технологию мы привезем из Турции. Планируем, что 90% рабочих, сотрудников будет составлять местное население. В вашей стране созданы все условия для свободного ведения бизнеса. По словам турецких инвесторов, проект запустят в мае 2018 года. С началом деятельности единственного в Центральной Азии подобного завода импорт металлоконструкций в Узбекистан прекратится. Теперь предусмотрен экспорт 50% готовой продукции. Думаю, металлоконструкции очень важны для Узбекистана, потому что в настоящее время 90% этого стройматериала импортируется. Наша же цель – полностью оставить импорт и насытить внутренний рынок своей качественной продукцией. Пока мы намерены отправлять 20% продукции в Казахстан. Потом будем экспортировать в Кыргызстан и Туркменистан. По данным генерального директора Дал Хэви Индастрис Джабира Шукрулаева, в дополнение к этому заводу планируется открыть и другие производственные предприятия. Отметим, что «Алтехник Макина» сотрудничает с Алмалыкским горнометаллургическим комбинатом с 2012 года. По загазу АГМК успешно выполнен проект по строительству нового цементного завода в Джизахской области. В настоящее время «Далтехник Макина» осуществляет строительство нового цементного завода в Шарабадском районе Сурхандаринской области. Коротко ознакомимся с инвестиционными проектами компаний в Узбекистане. Для справки, по состоянию на 1 октября 2017 года на территории СС «Амгрен» запущено 19 предприятий на общую сумму 226 миллионов 700 тысяч долларов. Ими произведено продукции на общую сумму 977 миллиардов 900 миллионов сумм. Темпы роста по сравнению с этим же периодом прошлого года составили 138,2%. Субтитры создавал DimaTorzok